доброе утро друзья у нас дождь ночью такой был с молнией с громом со всеми делами так громыхала так вообще прям хоть знаете вставай и вот смотри на эту панораму обожаю дождь обожаю такую погоду но не затяжную чтобы ненадолго вот а сейчас просто и у нас потепление как бы знаете на завтра вообще передает 26 градусов а шо ты там даже не пофокусируешься такие особенно мне вот низкие тучи нравятся такие которые в горах смешались классно чуть тут с утра наяривает поет до чуть мы опять просыпаемся с первым чучи с напевом а что такое случилось а что такое случилось моя рыба сладкой вот я пошла завтракать и как всегда на работу как на праздник у нас такая теме дома вот из-за того что нет солнышка но очень тепло меня вот у этого рюкзака расходится молния знаете на какая-то такая грубая и в общем расходится я тут давно знала вернее блин куда нам андыкнулась то в общем если обработать вот так вот свечкой есть дома притащила свечку вот и вот так хочу обработать швы и посмотреть работает ли способ ну-ка ну в общем то я прошла свечка по всем этим теперь посмотрим работает ли способ ой слушайте замечательно работает о вы видели как по маслу смотрите даже одной рукой вообще обычно вот тут всегда расходилась ну супер обработала также вот этот замок вот а свечку запихала обратно и еще можно пользоваться рассказывайте пользовались таким способом или нет я как-то давным-давно в россии пользовалась на куртку меня такое было вот а тут что-то решила думаю дака я возьму смотрите какая у меня грязь чего только мне вот не принесло и бычки какие-то какие-то салфетки вот вчерашний дождь целое ведро воды на налилось в общем да трэш красюка тут от соседей с крыш все вот несет и вот так вот я приехала в лидл смотрите здесь 8 евро орхидеи перебьюсь но хочется ну как здесь холодно я в общем хочу хочу то а просто ничего не хочу зырки попялить и все смотрю там сегодня четверг по четвергам у нас у лидл привозят разные штуки красивые некрасивые одежда там сидела в каштаны ой килограмм стоит 4 евро представляете а муж вчера за 6 купил купить что сейчас офигеть вот тебе цены какая разница можно по выбирать крупненькие дети здесь вот сегодня детская одежда очень много разных детской прям люфчики с трусами еще а польта вы смотрите ну какой она мягко она 25 евро стоит такую пульту а есть вот такой еще синие к мягко приятных телу разные вот такие эти комбинезоны они не комбинезоны бельветовая 13 евро и егенцы разные джинсы я хотела носки посмотреть вот колготки в лидле кстати тоже прикольный класс новичь разноцветный 4 евро а вот длинные носки чулки 4 евро тоже вот тоже разные колготки 60 дэн все по 4 евро а я думал они вон каких я думала необычные красиво они такие слишком толстые для домашнего скорее подходит обихода домов вот если только носить их есть такие вот носки тоже 2 евро стоит может колготки какие-нибудь выбрать это платье вот смотрите ну вот хотела носки они как-то нет ни того слонелевые эти 12 евро мягкая тоже а это вот постельное белье 20 евро и 25 на большую скрипучие это вот детские 10 евро такой мягкая классно но тут опять для детей пошло в общем вот так ну ладно ну ладно покупки у меня совершенно небольшие купила вот такие огурчики очень их люблю из лидл они очень вкусные часык свекольный салат забацаю вчера только думал о нем вкусняшки чарли купила каштанов сейчас тоже сделаю и куркуму насчет куркумы не помню для чего она мне нужна помню для какого-то напитка я даже не знаю как она пахнет знаю что очень полезно а куда ее девать не помню помню где-то видела кто-то ее там сильно что она такая супер полезная куда-то ее добавляет куда я понятия не имею но вот увидела думаю хочу может вы знаете куда в кофе может быть или в чай в какой-то вот напиток что-то солеными огурцами пахнет какой в кофе добавлять непонятно надела перчатку у меня в роботе работы что-то в лидере знаете на мне после еды обязательно нужен какой-то десерт ну я сейчас на пп стараюсь какие-то десерты такие полезные скажем так полезные делать и посмотрела в лидере не помню солила не солила лучше не а увидела знаете здесь каша рисовая это не каша это десерт буду пока болтать буду делать салатом вот это десерт десерт и я посмотрела и там он много знаете чего канелы канела что же такое канела вот она у меня нет не стоит а вон стоит канела это не помню опять забываю постоянно вот супер полезная приправа который я не помню как называется я и который я не люблю ни в каких ее проявлениях так вот думаю хочу мне эту кашу на хрен ни самой не сварить правильно сварю потом дальше думаю у меня же робот есть я помню что там был рецепт в роботе этой каши на испанский стиль потом смотрю в рецепты а к этому роботу есть книжка такая ну или с рецептами со всеми делами она там с каким-то это варенье вареньем а вот как палец болит зараза ну какие-то там добавления еще идут ягодные думаю я такое не хочу залезла в интернет и в интернете посмотрела в общем варю варится у меня будет вот температура дошла будет вариться и будет мне вкусная каша она выходит в роботе с такая знаете но это как необычная наша каша русская у нас выходит как как ризотто нежно нежно такая там даже риса и не чувствуется потому что он долго варится его надо мешать постоянно вот в общем вкусно будет у меня сегодня такой десерт и каштаны боже мой у нас так тепло но такой ураган поднялся мама не горюй чарли уже наверху вообще оттуда не вылазить сейчас ему там кайфово он там загорает но ночью было жесть так ладно буду я тереть главное чтоб перчатки не попали в этот салат не перчатки и не палец надо же было так это прям глубоко срез небольшой но глубокий и поэтому прям болит зараза о что-то у меня там горит друзья что-то у меня тут горит не да и куда чем не вижу ни хрена готовлю я не сгорела все нормально овощи все они готовы а это мужу говорю такая фасоль свежая бабой фасоли и он вчера хотел это омлет такой из них сейчас запасу пусть человек порадуется а еще я вчера достала мясо блин и сейчас сейчас еще поджарю себе мясо будет у меня такой вот убит овощи с мясом болит зараза болит ладно отключаюсь я никого не убила это просто я пыталась еще вам одно слово вспомнила как бабушку меня когда так начинала поперкиваться и говорила не в ту дырю попала нравится вам такое слово дырю то есть не в ту дырку в горле хотела сверху спрятать она у меня почему-то потекла и вот у меня тут такие вот кровавые действия сейчас каждый кашель у нас относится лишь к одной причине холодильник по мою приятность полезным вот так я уже тут замутила салат вот приготовила себе овощи с мясом салатик со сметанкой сделал очень вкусно с чесночком всем приятного аппетита там у меня делается каштаны а здесь варится каша малаша смотрите какая каша замечательно получилось видите какая кремообразная обалденная видите это прям десерт какой-то это тортия мужа мясо осталось ему пожарить и у сего подруга пишет что уже бежит сегодня невероятно тепло а завтра будет еще теплее но несмотря на ветер все от дождя и даже намека нет и несмотря вот на ветер погода очень теплая классная вообще прям знаете как будто весна особенно после дождика вообще шикардос на классно это кстати вот еще раз скажу что это не какие-то сточные воды там знаете проточные вонючие это поливают во-первых здесь отсюда идет вода когда дождь течет с гор специально и еще когда поливают то вода вся вот это вот лишний стекает сюда поэтому у нас здесь вот таких вот много уточек живут много разной утвари так не знаю куда пойдем я конечно на море хочу потому что ну в общем чередовать день море день поле поля мы вчера в полях были а сегодня вот видимо у подруги ребенок наверное не уснул или что у нее маленькая девочка есть такая смешная вообще общительная как ураган и вот видимо может быть она не не ухотела вам бежит не уснула мой блин такую как так такая теплый прям вот весна причем знаете весна такая конец мая начало июня 26 градусов показывает но мне кажется что больше бежит бежит а Я уже сказала, что намазалась, не намазалась, сейчас пойду Мазаться кремиками, вот пришла просто с вами здесь попрощаться Ватрушка этого как-то не зашла, и жалко выбросить, и невкусно Лучше запеканочку, у нас так тепло на улице вообще, но ветер Ну ладно, а там вот смотрю, где-нибудь в других регионах, Малаги, там у них потопы были Представляете, какой сильный дождь был, ну вот нас обошло Ладно, всего вам самого лучшего, мы с вами обязательно встретимся завтра Всем пока-пока